Это у нас комиссаренко Ирина Арсеньевна с докладом гипертонии белого халата у пожилых. Тоже в эту же стезю, в эту область. Вот, поэтому, Ирина Арсеньевна, пожалуйста, с учетом нашего регламента, я прошу вас приступить к выполнению вашего... Добрый день, уважаемый Михаил Петрович, слышно меня? Да, конечно, конечно. Ирина, и хорошо видна. Ну, уважаемые коллеги... Замечательно выглядите, да. Уважаемые коллеги, да, продолжение предыдущего доклада. Я хочу несколько слов сказать об особенностях проявления артериальной гипертонии в пожилом возрасте. Это высокая распространенность, особенно изолированность систолической гипертонии, высокий процент осложнений, таких как инсульт, инфаркт, сердечная и почечная недостаточность, высокая частота ортостатических реакций, высокое пульсовое давление, которое в последние годы считается как фактором риска развития осложнений, и, конечно же, наличие большого количества сопутствующих заболеваний. Ну, и тема сообщения сегодня – это частое выявление гипертонии белого халата. Если говорить об определении, что это такое, ну, есть синонимы, как феномен белого халата, кабинетное, офисное, скрытое и так далее. Это повышение показателя артериального давления при нахождении в пределах лечебно-профилактических учреждений. И причем в привычной, как бы, немедицинской обстановке такие данные соответствуют норме. Проводились исследования по изучению факторов риска. Вот я здесь привожу две работы – это наследственная предрасположенность, вредные привычки, ожирение, недостаточная физическая активность и стрессовые ситуации. В рекомендациях 2018 года было сказано, что есть факторы, которые увеличивают кардиоваскулярный риск. И там выделена социальная депривация – это отсутствие или снижение общения с другими людьми, психологический стресс. И вот одним из примеров реакции организма на стресс, подъем артериального давления является гипертония белого халата. Еще в начале 2000-х годов Стасон писал, что гипертония белого халата – это повышение давления в результате эмоциональной реакции на созерцание медицинского персонала. Но долгие годы использовались традиционные результаты – это офисное измерение артериального давления. С начала 80-х в практику стали активно внедряться методы суточного мониторирования артериального давления, о котором говорил Михаил Петрович. И потом смена – это самоконтроль артериального давления или домашний мониторинг артериального давления. В 2000 году вышел первый согласительный документ, который посвящен суточному мониторированию. И эти методы настоятельно рекомендуются как для точной диагностики в большинстве, если не во всех случаях, подозрения на артериальную гипертонию. Различные методы существуют, но принцип – это измерение артериального давления днем, ну где-то через 15 минут, через полчаса, в зависимости от программы, и в ночные часы. Причем, кроме этих показателей, учитывается и вариабельность, и суточный индекс. Это процент снижения артериального давления ночью по сравнению с дневными показателями. Выбор того или иного метода. При поликлиническом наблюдении логично использовать – это домашний мониторинг. Если пограничные какие-то патологические результаты этого метода, то тогда используется и суточный монитор артериального давления. Преимущества понятны, да, это устранение эффекта белого халата, это корреляция более точная с поражениями органов мишени, более точная оценка эффективности, улучшение приверженности и снижение стоимости обследования и лечения, то есть когда исключается гипердиагностика. Для того, чтобы контролировать, грамотно контролировать свое давление, правильно реагировать, пациент должен иметь представление о том, какие же факторы могут влиять на эти показатели и вызывать у него необоснованную тревогу. Различные исследования были посвящены этому, и, как известно, что употребление крепкого чая, кофе, сигареты, просмотр телепередач, физические нагрузки, какие-то стрессовые ситуации могут вызывать повышение артериального давления. В ночные часы сон, прием пищи, особенно у пожилых пациентов, может вызвать снижение артериального давления и иногда тревогу, когда пациенты часто измеряют и обращают на это внимание. И вот было высказано предположение, что 70% больных подобная информация, это самоконтроль, их успокаивает, повышает приверженность. Но, тем не менее, есть небольшой процент пациентов, для которых измерение артериального давления становится навязчивой идеей. И наверняка доктора сталкиваются с такими больными. Поэтому значением домашних измерений у таких пациентов доверять очень сложно. Хочу привести два исследования, которые посвящены именно этой проблеме. Это исследование проводилось в Японии. Две группы больных, одна с гипертонией белого халата и другая со стабильно нормальным артериальным давлением. За 8 лет почти у 47% с гипертонией белого халата и у 22% со стабильно нормальным развелась истинная артериальная гипертония. То есть считается, что гипертония белого халата как минимум вдвое повышает риск развития истинной артериальной гипертонии. Другое исследование проводилось в Италии. И там участники были почти 4,5 тысячи с эссенциальной гипертонией и 1,5 тысячи здоровых. Почти 5,5 лет наблюдалось. Гипертония белого халата выделена у 9%. И что отмечено, что риск инсульта у пациентов с эссенциальной гипертонией увеличился вдвое. А при гипертонии белого халата фактически не повышался. Однако на 6-й год наблюдения среди пациентов с гипертонией белого халата риск инсульта начинал расти. То есть считается, что при реакции, повышении артериального давления, при реакции на стресс в конце концов может привести к развитию нарушения мозгового кровообращения. Несколько слов об исследовании, которое проводилось соискателем нашей кафедры. И при обследовании больных старше 60 лет у 4,6% больных было выявлено гипертония белого халата. Здесь вы видите график, чем выше разница между офисным и домашним измерением. И это имеет обратную корреляцию с суточным индексом. То есть тем выше были цифры, меньше снижалось артериальное давление в ночные часы. При трехмерном исследовании здесь отмечено, что чем больше возраст наших пациентов и длительность артериальной гипертонии, тем меньше была выраженность эффекта белого халата. Всех пациентов старше 65 лет и особенно старше 80 желательно обследовать на предмет развития артериальной гипертонии, а также проводить скрининг на наличие синдрома старческой астении с использованием опросника. Опросник этот рекомендован гериатрическим обществом. И вы видите, это рекомендация Российской ассоциации геронтологов и гериатров. И так называемый опросник «Возраст не помеха», где задают вопросы пациентам и исследуется вес, зрение, слух, травмы, настроение, память, мочеотделение и ходьба. Так выглядит этот опросник. И вопросы таны, ответ или да, или нет. Если нет положительных ответов, то у пациента нет синдрома старческой астении. 2. Он вероятен. И 3 балла – это высокая вероятность синдрома старческой астении. А от этого зависит и назначение лекарственных препаратов, и достижение целевого уровня артериального давления. Еще хочу отметить, что развитие когнитивных нарушений, особенно в пожилом возрасте, способствует высокое пульсовое давление, частые гипертонические кризы, высокая лоббильность и чрезмерное ночное снижение артериального давления, которое можно установить только с помощью прибора суточного мониторирования артериального давления. Здесь вы видите рекомендации 2013 года, что лиц с гипертонией белого халата, как правило, лечить медикаментозно не нужно. Лечение в основном ограничивается изменением образа жизни, но если есть поражение органов мишени, высокий сердечно-сосудистый риск, тогда обсуждается медикаментозное лечение. По данным Европейского общества кардиологов, не было ни одного крупного рандомизированного исследования для выявления связи между назначением антигипертонзивных препаратов больным с гипертонией белого халата и снижением риска развития осложнений и смертности. По рекомендациям 2020 года, это клинические рекомендации артериальной гипертонии у взрослых, также мы видим, что рассмотреть рекомендует возможность медикаментозной терапии у пациентов с гипертонией белого халата только при наличии признаков поражения органов мишени и высоком и очень высоком сердечно-сосудистом риске. Осложнение, ошибки при измерении артериального давления. Это в основном две. Измерение эмоционально возбужденного, неспокойного пациента или применение манжетки неподходящего размера. Тогда могут быть ложные показатели, ложные высокие, и приводить даже к постановке гнагноза резистентная артериальная гипертония. Указания к внеофисному измерению артериального давления в основном в диагностических целях и оценке эффективности терапии. Это при подозрении на гипертонию белого халата, при значительных колебаниях артериального давления или в ходе одного посещения врача или нескольких, ортостатическая постпандиальная гипертония и выявление резистентной артериальной гипертонии. Подводя итог, следует сказать, что у пациентов с гипертонией белого халата внеофисное значение выше, часто имеются метаболические факторы риска, прогрессирование к стойке артериальной гипертонии. И, как мы уже говорили, мероприятия в основном направлены на коррекцию нарушенных или генетические рекомендации, или изменение образа жизни, которые нацелены на снижение сердечно-сосудистого риска. Всем пациентам с гипертонией белого халата рекомендуется проводить регулярное обследование не менее одного раза в два года с периодичностью мониторирования в немедицинских учреждениях. Это или самоконтроль, или домашнее измерение. Что хочу отметить, что сейчас в период эпидемии были выпущены рекомендации и отмечено, что нежелательно больных с артериальной гипертонией осуществлять плановые визиты к терапевту и кардиологу. И при наличии технической возможности они могут быть заменены на телемедицинские консультации или телемониторинг. То есть это возможность самоконтроля артериального проблем. Хочу привести результаты работы исследования профессора Ощепковой, которая оценивала приверженность пациента. И вы видите, если они осуществляли самоконтроль артериального давления, то при выписке 100% принимали антигипертензивные препараты, через год 80%. А те, которые не осуществляли самоконтроль, при выписке 100%, а через год наблюдений только 27% регулярно принимали антигипертензивную терапию. Много мы говорим о приверженности, о комплайнтности. Это степень соответствия поведения больного рекомендациям врача. И наличие домашнего тонометра, как по данным отечественных, так и зарубежных исследователей, определяет более высокую приверженность к терапии, благодаря самоконтролю в домашних условиях. И каждый больной с артериальной гипертонией дома должен иметь аппарат для измерения артериального давления. По множеству аппаратов, говорил Михаил Петрович. И, соответственно, как и пациент, который страдающий диабетом, иметь глифометр. Спасибо за внимание.